Война 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 Когда началась Великая Отечественная война, Семен Николаевич рвался на фронт, но незадолго до оккупации Донбасса ему было дано очень важное партийное задание. Семен Николаевич должен был оставаться в тылу врага и организовать работу более двух тысяч подпольщиков Сталинской области. В октябре 1941 года для непосредственного руководства подпольной борьбой и партизанским движением в городе Гордловка был создан обком КПБУ. Первым секретарем Сталинского подпольного обкома стал Семен Николаевич Щетин. Фактически он в одиночку возглавлял всю эту работу. И работать было действительно тяжело, потому что очень тяжело было наладить связь. Несколько раз Семену Николаевичу приходилось пересекать линию фронта. Он взял себе псевдоним Иван Николаевич Кусакин. И вот однажды для налаживания связи с частями действующей армии Кусакин пересекал линию фронта, где-то приблизительно в районе города Ростов. И он подорвался на противопехотной мине, был тяжело ранен в ногу осколком. Местные жители нашли Семена Николаевича окровавленным и быстро доставили его в больницу. По счастливой случайности Семену Николаевичу удалось выжить именно в тот опасный момент. В Донецком республиканском краеведческом музее бережно хранятся пожелтевшие документы. Справка номер 201 Сталинского обкома КПБУ подтверждает, что щетинец Семен Николаевич с октября 1941 года по сентябрь 1943 года выполнял специальное задание в тылу врага и при выполнении задания получил ранение. Родина отметила трудную и опасную работу Семена Николаевича Щетинина орденами Ленина и Красной Звезды, а также медалью партизану Великой Отечественной войны первой степени. Когда известный писатель Фадеев начинал писать свою работу «Молодая гвардия», он советовался с Семеном Николаевичем Щетининым. После освобождения Донбасса 1943 года Семен Николаевич остается на партийной должности. Именно в этот период он вкладывает все свои силы, все свои знания, умения и в горном деле, и организаторские способности для восстановления разрушенных заводов и шахт. Такие знающие и энергичные руководители ценились всегда и везде. В 1951 году Семен Николаевич Щетинин был направлен в Иркутскую область на руководящую работу в далекую Сибирь. Это время было грандиозных строек, это время было возведение крупнейших гидроэлектростанций, строились новые города. Также в области были открыты крупнейшие месторождения нефти и газа. В это время Иркутская область была одной из крупнейших по добыче золота в Советском Союзе. Также в Иркутске развивалась и наука. Был открыт научный центр, на базе которого работало 8 всемирно известных международных академических институтов. Будучи первым секретарем Иркутского областного комитета КПСС, Семен Николаевич Щетинин объездил всю область и побывал практически в каждом населенном пункте, на каждом промышленном и сельскохозяйственном предприятии. А в 1968 году его судьбе произошел неожиданный поворот. Семена Николаевича направили чрезвычайным и полномочным послом СССР в Монгольскую Народную Республику. В этой социалистической стране советское руководство уделяло особое внимание. Щетинин непосредственно участвовал в создании экономической инфраструктуры Монголии. Деятельность советского дипломата была отмечена высокими правительственными наградами, в частности, орденом Трудовой Красный Знамя. Парадный китель чрезвычайного посла с многочисленными знаками отличия, которыми был удостоен Щетинин, неизменно привлекает внимание посетителей Донецкого Республиканского краеведческого музея. Также в нашем музее находится символический ключ от города Дархан, который был подарен жителями этого города Семену Николаевичу. В 1973 году Семен Николаевич Щетинин уходит на заслуженный отдых. Он получает статус персонального пенсионера союзного значения. Умер Семен Николаевич Щетинин в возрасте 65 лет, в 1975 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В пролетарском районе города Донецка улица названа в честь Семена Николаевича Щетинина. Фондовые коллекции Донецкого Республиканского краеведческого музея способствуют мероприятиям Донецкой Народной Республики по недопущению фальсификации истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова